Всем привет, друзья! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Мы вместе с вами продолжаем изучать новый смартфон от компании Honor под названием Honor X9B. Интересно, если посмотреть на него с разных сторон, однако, конечно же, не идеальный. И поэтому, когда мы думаем, стоит ли приобретать этот телефон или нет, нам надо взвешивать все плюсы и минусы, понимать, что вам важно в телефоне. Ну, например, вам важен аккумулятор, или вам важна камера, или вам важен экран-водопад, или наоборот, вам важно, чтобы экрана-водопада не было и так далее. В общем, я собрал все плюсы и минусы, которые я для себя могу таковыми считать, и в этом видео расскажу. Все максимально честно, вы на канале Честный Блог, меня зовут Фил, погнали! Я думаю, что надо начинать с плюсов, ну и, конечно же, наверное, самый главный, самый большой плюс, это его аккумулятор, потому что здесь установлен аккумулятор на 5800 мАч. Я могу с уверенностью сказать, что нет ни одного другого Samsung, Realme, Redmi и прочих телефонов, у которых есть аккумулятор 5800 мАч. В основном у всех 5000, согласитесь, это очень круто. Это дополнительный час-два работы смартфона в режиме включенного экрана. Мало того, даже у флагманов нет такого большого аккумулятора, так что, безусловно, это очень большой и жирный плюс. Плюс номер два, это то, на самом деле, как выглядит смартфон, потому что, в моем представлении, он очень элегантный, он очень тонкий, он очень хорошо лежит в руке, лежит в руке вот хорошо за счет того, что у него есть скошенные грани спереди и сзади. Понятное дело, что у загнутых экранов есть свои плюсы и минусы, мы об этом поговорим, но в целом мне нравится, как этот телефон лежит в руке. Нету ощущения, знаете, что он какой-то громадный, при том, что у него, на самом деле, большой экран 6,78 дюймов, но за счет вот этой всей эргономики, за счет того, что у него толщина всего лишь 8 мм, и весит он 185 граммов, за счет этого смартфон хорошо лежит в руке. Также хочу отметить то, что кнопки громкости и кнопки питания находятся под большим пальцем, и мне это нравится, хотя есть люди, которым нравится, когда с разных сторон кнопки громкости и включения, как на айфоне, например. Поэтому в моем представлении смартфон вот в таком виде выглядит хорошо. Следующий момент, на который я также обращаю внимание, это эко-кожа, которая есть сзади, но понятное дело, что у нас есть и пластиковый просто вариант, а также эко-кожа, и здесь я отмечаю то, что, во-первых, эко-кожа это достаточно новое веяние в среднебюджетных смартфонах, это необычно по ощущениям, это приятно по ощущениям, смартфон не скользкий, мало того, не остаются отпечатки пальцев, да, то есть ты, в принципе, ну, можешь носить смартфон без чехла, я, конечно же, всегда рекомендую все-таки брать чехол, потому что, ну, если вы разобьете вот этот крутой AMOLED-экран, вам надо будет 1015-20 за него отдать, поэтому лучше, конечно же, все-таки носить чехол, плюс, естественно, так как у нас пластиковый корпус, то чехол его оберегает от лишних царапок и всего остального, но в целом вот такая задняя крышка, а точнее так, вариативность, да, то есть вы хотите пластик, пожалуйста, берите стандартный вариант, хотите, например, вот такую эко-кожу, берете такой вариант, я это тоже, конечно же, отнесу к плюсам. Следующий плюс, который я, конечно же, выделяю, это то, что здесь по памяти у нас очень хорошая комплектация, 8-256 и 12-256. Я обращаю внимание на то, что здесь 8 гигов памяти минимально и 256 встроенной, это хороший показатель, потому что есть конкуренты, у которых в базе 128 гигабайт, есть конкуренты, у которых за эти же деньги начинается все с 6 гигабайт оперативной памяти, Samsung, например, новые и так далее. Поэтому то, что здесь установлен 8-256 и 12-256, и еще, кстати, здесь есть опция RAM Turbo, которая подключает 8 гигов из хранилища, это круто. Следующий момент, который точно можно записать в плюсы, однако он будет одновременно находиться и в минусах, сразу вам такой небольшой спойлер, это экран этого смартфона. Потому что, ну почему это плюс? Потому что он классный. Во-первых, это очень сочный, яркий AMOLED-экран. Яркость у него порядка 1200 нит, это обеспечивает нам без проблем общение с этим телефоном под прямыми солнечными лучами, когда мы находимся на улице, когда вы делаете фотографии кого-то, и у вас не темный экран, а у вас хороший яркий экран. Это очень полезная вещь. То, что здесь скругленные боковые грани, это в моем представлении плюс, хотя мы это также запишем и в минус, но все-таки мне нравится, когда у нас скругленный экран. Плюс, я бы сказал, что все флагманы Android-индустрии, вы это прекрасно знаете, так или иначе со скругленными гранями. У кого-то больше, у кого-то меньше, сейчас чуть-чуть от этого отходит, но в целом это все равно такой признак более высокого, дорогого сегмента. Ну и в принципе, вообще сделать экран со скругленными гранями, очевидно, сложнее технически, да, чем просто плоский экран. Также нужно отметить, что здесь стоит специальное стекло, которое очень сложно разбить, так что за это тоже, конечно же, отдельный плюс. А так могу сказать точно, что это один из лучших экранов по отображению, который я видел в этом ценовом сегменте, но можете легко сходить в какой-нибудь магазин и посмотреть, как этот смартфон выглядит. Сочно, ярко, прикольно. Конечно же, дисплей на 120-герцовый, отображение одного миллиарда цветов, разблокировка происходит при помощи сканера пчатка пальцев, который встроен в экран и работает он хорошо. Также разблокировка происходит при помощи фронтальной камеры, то есть здесь тоже дисплей показывает себя максимально хорошо. Следующий момент, который также отмечаю, это то, что здесь практически отсутствие шима. Ну, точнее так, он сведен к минимуму. Во-первых, здесь частота шим 1920 герц, это первый момент. Второй момент, это цифры. А что же на самом деле? Мы берем наш шимомер и измеряем вот такую штуку. На максимальной яркости шим в районе 6%, на средней яркости в районе 8% и на минимальной яркости 13%. Это означает, что влияние этого смартфона на ваши глаза, ну, грубо говоря, минимально, да? Для людей, которые так или иначе как-то реагируют на шим, я, слава богу, к ним не отношусь и никогда вообще шим не чувствовал, и у меня никогда не болели глаза, но есть люди, у которых по той или иной причине болят глаза от использования смартфонов. Так вот, для этих людей как раз-таки этот шим будет окей. Вообще, компания Honor, в принципе, немножко заморочена на этом моменте с шимом и в своих флагманах используют очень высокие частоты, так что у них как бы с этим все в порядке. Следующий момент, который я также заношу в плюс, это операционная система, которая здесь установлена под названием Magic OS, потому что она работает хорошо. Вот вы можете спросить, Филипп, а операционку-то зачем ты заносишь в плюсы? Она есть и хорошо. Я скажу, да нет, вот, например, если взять Samsung, вот, например, в прошлом году 55-м я не пользовался, а вот Galaxy A34, вот там операционную систему можно занести как бы в минус, потому что она работает с тормозами, потому что что-то там как бы не очень. И мне печально об этом говорить, потому что сам телефон-то очень хороший, имеет классную камеру, и вот есть вот такие моменты. А вот здесь этих моментов нету, то есть, если вы пользовались смартфонами от компании Honor, ведь у многих людей до сих пор, кстати, есть 20-я серия, у меня тоже этот смартфон лежит, Honor 20 и Honor 20 Pro. Очень крутой телефон с замечательными камерами, с оптическим увеличением, и он до сих пор круто работает. Я тут недавно его включил, и, ну, там 60 Гц, понятно, но все остальное работает очень хорошо, и я уверен, что у кого-то из вас есть на руках вот этот Honor, и вы даже не знаете, стоит ли с него переходить или нет. Поэтому это действительно то, на чем компания Honor регулярно работает. Это то, что она допиливает, поэтому операционная система и сегодня, и вчера, и на дорогих смартфонах, и недорогих смартфонах работает хорошо. Это, безусловно, плюс. А так как здесь еще и повышенная частота экрана, да, 120 Гц, соответственно, все работает очень плавно, практически нету никаких подфризиваний, ну, то есть, ты берешь телефон и пользуешься им с большим удовольствием. Так что это я могу, безусловно, занести в актив этого смартфона. Еще один плюс, который я обязательно хочу отметить, он, на самом деле, какой-то не глобальный, но он нормальный. Здесь стоит Snapdragon 6 Gen 1. Это хороший процессор, который выдает порядка 520 тысяч баллов в Antutu, это смартфон, который особенно сильно не греется, и у него особенно нет проблем никаких с троттлингом. То есть, вы будете получать хорошую стабильную работу этого смартфона в системе, в играх, и, ну, там, 99% игр вы без проблем будете запускать. В том числе и Genshin Impact, Hankai и другие тяжелые, а, собственно, других-то особенно больше нет, ну, окей. Вы это без проблем сможете запускать. Да, там не надо выставлять, конечно, максимальные настройки, но на средних настроечках все будет идти очень хорошо. Так что, безусловно, вы этим смартфоном можете пользоваться в разных сценариях. Ну, и, как я сказал, сама операционная система работает очень хорошо, плавно, без затыков, так что вопросов нет. Следующий момент, который я также заношу в актив этого смартфона, хотя на самом деле можно, наверное, просто сказать, что это есть хорошо, ну, здесь есть все необходимые функции, которыми мы пользуемся. Во-первых, это, конечно же, инфракрасный порт. Он не так часто встречается в смартфонах, здесь он есть. NFC для бесконтактной оплаты, Bluetooth, Wi-Fi, все работает достаточно быстро. Снизу USB Type-C можно подключать флешку. Еще расскажу, что это не прям-таки плюс, это то, что у нас есть в системе, и это хорошо. Ну, и что касается камеры, у нас здесь 108-мегапиксельная камера от компании Samsung. Тоже небольшой спойлер, касательно камеры, у нас есть и плюсы, и минусы. Сейчас говорю о плюсах. Ну, плюсы это в том, что фотографии получаются хорошими, насыщенными, с достаточной детализацией. Если вы включите режим 108-мегапикселей, вы можете делать высокомегапиксельные фотографии с большим разрешением, и, ну, если очень сильно хочется, вы можете делать, там, грубо говоря, фотообои, да, распечатывать. Ну, то есть, есть такая опция, это хорошо. Это не 50-мегапикселей, это 108. Можно делать нормальный портретик, есть как раз-таки специальный портретный режим, можно фотографировать в ночном режиме, он тоже хорошо улучшает фотографии. Можно снимать видео 4К, 30 кадров в секунду. Есть ультраширокая камера на 5-мегапикселей. 5-мегапикселей, понятное дело, немного, но есть просто смартфоны, у которых в этом ценовом сегменте нет ультраширокой камеры. То есть, просто есть основная там и макро. Ну, и фронталочка на 16-мегапикселей тоже работает вполне себе хорошо. Так что здесь, вот с этой стороны, я камеру, безусловно, заношу в актив этого смартфона. Ну, и последнее, на что стоит обратить внимание, наверное, тоже в плюсы, это цена. 28 тысяч рублей, в моем представлении, это нормальная цена за такой смартфон. Сейчас многие смартфоны стали как-то стоить дороже, поэтому здесь я, наверное, скажу, что компания Honor держится, и это хорошо. Но это были плюсы, да, а теперь мы с вами поговорим про минусы, которые тоже есть в этом смартфоне. И самый главный минус, лично для меня, даже в целом непонятный, по какой причине, у этого смартфона нету стереодинамики. Казалось бы, в 24-м году, ну, большинство смартфонов имеют стереодинамики, причем начинают тысячи, знаете, с 20 или, может быть, даже меньше. Но компания Honor по какой-то давней причине в свои среднебюджетные смартфоны не вставляет стереодинамики. Интересно было бы, вот, вот, если бы напротив меня сидел человек из компании Honor, спросить у него, вот, почему так происходит? Вам что, как бы, не потратить там 30 долларов, потом их не накинуть, например, в стоимость, и иметь хороший полноценный девайс? Не знаю, по какой причине, но стереодинамиков здесь нет, это плохо. Следующий минус у этого телефона, и я уже о нем, кстати, говорил, это скошенные грани. Ну, вот, есть люди, которым это не нравится. Есть люди, которым не кайфово, что у них боковые грани вот такие. Людям не очень нравится, что, например, нельзя наклеить защитное стекло. Пленочка у нас здесь есть, вопросов нету, а вот защитное стекло на скошенные грани наклеить сложно. У кого-то есть сложные касания и так далее. То есть, вот эти вот моменты тоже людей раздражают. У меня нет вопросов к скругленным граням, но, в принципе, если бы просто сейчас в телеграм-канал закинуть вопрос, типа вам нравится скругленный или не скругленный, большинство все-таки проголосует за плоский экран. Так что это, соответственно, можно заносить смело и в минус этого смартфона. Еще один минус, на который я обращаю внимание, это зарядка. Точнее так, скорость зарядки. Ну, мы понимаем, что у нас большой аккумулятор 5800. С одной стороны, это очень круто, но с другой стороны, у нас есть не очень быстрая зарядка. В 35 Вт. Точнее так, сама по себе она более-менее быстрая. Она быстрее, чем у Самсунгов, у которых 25 Вт и так далее. Но в целом она проигрывает и другим смартфонам, у которых 67 Вт зарядки. Не сказать, что это как-то влияет, знаете, когда вы на ночь ставите смартфон, и вот от того, что он заряжается, например, час или 40 минут, или полтора часа, в целом вам не принципиально. Но когда вы куда-то спешите, и хочется очень быстро зарядить ваш смартфон, и здесь, конечно же, имеет значение скорость вашей зарядки. Еще один минус, на который я обращаю внимание, это касательно операционной системы. И я говорил, что операционная система классная, работает быстро, без тормозов, и все остальное. Да, и это, конечно же, большой плюс этой операционной системы Magic OS. Но у нее есть все-таки один минус, который, кстати, совсем скоро должны исправить. Это доступ к уведомлениям. Потому что в смартфонах компании Honor нельзя провести по экрану и оказаться в уведомлениях. Обязательно вылезает поиск от компании Honor. Он мне совершенно не нужен. Эта история пошла, я так понимаю, из айфонов. И вот она по-прежнему продолжается. Но есть очень хорошая новость. Это то, что здесь установлена операционная система 7.2, а вот прилетит сюда восьмерка, и в восьмерке как раз-таки уже есть функция, когда ты проводишь по экрану, и у тебя открываются уведомления. Слава богу, эту функцию добавили, поэтому компанию Honor сейчас летит небольшой минус, но потом прилетит, соответственно, плюс. Новая операционная система Magic OS установлена на новом флагмане Magic 6 Pro, которым я сейчас пользуюсь, и про который у меня тоже скоро будет много видосов на канале. Еще один минус, который также невозможно не отметить, это камера. Да, я говорил, что у камеры в целом все хорошо. 108 мегапикселей, хорошие снимки днем, ночью, портретики. Да, это все есть, и я это не забираю. Но есть один очень важный минус, да? С одной стороны, камера умеет снимать 4К 30 кадров в секунду, это хорошо. Но, к сожалению, у камеры нету стабилизации. Причем нету стабилизации ни когда мы снимаем в 4К, ни когда мы снимаем в Full HD. То есть просто камера трясется. Цифровая стабилизация почему-то не используется в этом смартфоне, с учетом того, что у конкурентов она на самом деле есть. Поэтому здесь компании Honor надо все-таки, наверное, посмотреть на рынок, оценить, что почему-то у тебя нету цифровой стабилизации, а у других смартфонов она есть. Так как это программная фишка, и так как у нас здесь хороший процессор, соответственно, она без проблем потянется. Поэтому я жду, что, может быть, с апдейтом сюда прилетит цифровая стабилизация. Ну и производительность этого смартфона, я не могу ее записать в минус, но я не могу в этом не сказать. Телефон выдает порядка 520 тысяч баллов Antutu. Этого вполне достаточно для нормальной жизни. Но по большому счету, если мы окинем взглядом рынок, то есть смартфоны, где можно добавить еще несколько тысяч рублей и получить уже миллион баллов Antutu. То есть они будут в два раза быстрее. Здесь я бы сказал так. Возможно, компании Honor стоило бы сюда поставить какой-нибудь процессор, который будет выдавать хотя бы 600-700 тысяч баллов, чтобы быть как-то, знаете, чуть выше рынка. Я кажется, это было бы хорошо. Тем более, что вы же покупаете смартфон на несколько лет, соответственно, вам надо, чтобы и через три года смартфон хорошо работал. Так что процессор помощнее здесь точно не помешал бы. Да, все работает хорошо сейчас, вопросов никаких нет. И памяти много, и все остальное. Но вот за дело такое сделать было бы круто. В целом, знаете, если подводить итоги по этому смартфону, я бы сказал так. Вот мы с вами посмотрели на все плюсы и минусы. А дальше вы взвешиваете, что вам важнее, а что вам менее важнее. Автономность, камера, как смартфон работает, сколько у него памяти и так далее. Цена, естественно, имеет тоже большое значение. Посмотрев на этот телефон, посмотрев на другие телефоны, которые также выходят от других компаний Samsung, Realme, Redmi, вы как раз-таки можете и сами прикинуть. Нужен вам этот телефон, или вы должны обратить внимание на что-то другое. В моем представлении, это хороший аппарат за нормальные деньги. Собственно, на этом все, друзья. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Обязательно подписывайтесь. Здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Меня зовут Фил. Честный блог. Берегите себя и своих близких. Всем счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok